Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. В Азове в ходе празднования 76-й годовщины Великой Победы не было традиционного парада, но прошло много ярких мероприятий. Администрация кладбища и города недостаточно подготовилась ко дню поминовения усопших. На территории винодельни Кантина заложили фруктовый сад. Праздничные дни завершились, но помнить события тех страшных лет мы обязаны всегда. Почти 4 года, 1418 дней и ночей длилась самая кровопролитная в истории человечества Великая Отечественная война. Очень дорогой ценой досталась советскому народу победа. Потери военнослужащих и гражданского населения составили порядка 27 миллионов человек. Каждую семью так или иначе затронули события 1941-1945 годов. Поэтому праздник 9 мая был и остается всенародным. В Азове вся прошедшая неделя была посвящена праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы Советского Народа в войне с фашистской Германией. У торпедного катера памятника морякам Азовской флотилии прошел праздничный митинг. Сегодня нет в России такой семьи, которой бы не коснулась эта война. В каждой семье есть, были фронтовики, труженики тыла, участники боевых действий, которые защищали свою родину. Благодаря этим людям и тем, которые по-прежнему рядом с нами, и тем, которые стали в ряды бессмертного полка, мы сегодня с вами находимся на этой площади и чтим память всех героев. В рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать» были организованы показы военной техники и мастер-классы по рукопашному бою. Выставка «Оружие», на которой можно было не только ознакомиться с образцами, но и пострелять, пользовалась чрезвычайной популярностью у юных и взрослых азовчан, в том числе официальных лиц. На площади уречного вокзала звучали песни военных лет в исполнении творческих коллективов города. Глава администрации вместе с депутатами и азовскими артистами посетил ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых Елена Горобец. На фронт Елена Васильевна ушла добровольцем. Долгий боевой путь от Москвы до Берлина проходил через Минск, Кенигсберг и Варшаву. Я была фронтовиком, я была на передовых, я была радистом, работала, обеспечивала связью штаб Первого Украинского фронта. С 29 апреля по 9 мая в районе площади Победы расположился палаточный лагерь, организованный силами военно-патриотического клуба «Вымпел Азов» при содействии Медицинского колледжа, Дома детского творчества и Городского дворца культуры. Выставка макетов орудий стала популярной фотозоной. Кроме этого, оказалось очень много желающих отведать настоящей солдатской каши, которую угощали военнослужащие. Кульминацией праздничных мероприятий стал митинг у мемориального комплекса «Павшим за Родину». В силу эпидемиологических требований он оказался далеко не таким массовым, как в предыдущие годы. Вот это все-таки сегодня внушает уверенность в будущем, в завтрашнем дне, в том, что у нашей Родины такое же великое будущее, как и великое прошлое. И я хочу сказать всем жителям города спасибо большое за то, что они так трепетно относятся и к этому празднику, и к ветеранам, которых остается все меньше и меньше. Очень много слов поздравлений в адрес и фронтовиков, и тружеников тыла в эти дни звучит. Поэтому я всех жителей города поздравляю и хочу сказать огромное спасибо за такое искреннее и живое отношение к этим событиям. Помимо официальных лиц всех азовчан, поздравил и общественный деятель Евгений Пыхонин. Дорогие азовчане, от всей души хочу поздравить вас с Днем Великой Победы. Она у нас общая. Ее ковали ценой своей жизни наши отцы и деды. Ковали, трудясь в тылу, проливая кровь. Прежде всего, хочу пожелать оставшимся живых ветеранов, которых не так много, крепкого здоровья и мирного неба над головой. А каждому жителю также хочу пожелать крепкого здоровья, мира, добра, любви и счастья. И всего вам доброго. С праздником вас, дорогие азовчане. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо. В рамках празднования 76-й годовщины Победы над фашистскими захватчиками во дворе школы номер 5 состоялся праздник микрорайона. Я помню, я горжусь. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Подробности в следующем сюжете. На протяжении многих лет ежегодно педагоги общеобразовательной школы номер 5 проводят многочасовое мероприятие патриотической направленности, посвященное Великой Победе. Праздник микрорайона – основной костяк участников концерта силами детей нашей школы. А приглашены были все жители микрорайона, не только микрорайона, но и всего Азова. Людей много, мы рады, что кончилось то время, когда нельзя было проводить праздники. Мы соскучились за такими праздниками. Ну вот сегодня широко мы празднуем нашу победу. Мероприятие состояло из трех тематических направлений. Это конкурс пирогов, литературная викторина и военно-патриотическая игра. Активное участие принимали не только воспитанники школы, но и гости города. Военно-спортивная игра состоит из 14 этапов. Каждый класс побывает на каждом этапе. Это и смотр, строй и песни, это и спортивные мероприятия, которые проводит Спотхаус. Это и литературная викторина, это и туристическая викторина, турфирма «Каскад», которая проводит. Это и мастер-класс «Чистый город», «Светлый город», который проводит компания «Вершина». Это и кинозал, военный кинозал. У нас палатка военная, переоборудована специально под военный кинозал, где дети увидят отрывки из военных фильмов, должны будут угадать, что за фильм и какая песня исполняется в этом фильме. Гости праздника о мероприятии узнали из средств массовой информации и были достаточно удивлены, насколько детально все было организовано. Ежегодно в этой школе, в школе номер 5, проходит мероприятие, которое называется «Я помню, я горжусь». Узнала я об этом мероприятии из инстаграма, прочитав программу мероприятия и решила его посетить. Я очень рада присутствовать на этом мероприятии и предлагаю вам тоже его посетить в следующем году. Для воспитанников школы это значимое мероприятие, где можно окунуться в атмосферу военного времени. Скажи, пожалуйста, что случилось с твоим другом? Он был ранен, я его отвез в военный госпитал, ему там медсестра отказала помощь, ему перелезали ногу, как вы видите. Скажи, насколько значим данный праздник, что он несет в себе, какой смысл? Смысл победы. А смысл такой, я понимаю, я горжусь, это значит, мы должны всегда помнить о разных людей, которые воевают в войне. И никогда, когда 6 мая, 5 мая, 9 мая, мы должны их слушать, всегда помнить, всегда. У нас был концерт, все представлялись из классов, потом будут линейки, ну, строевая, потом у нас есть палатки, где можно проходить участие и получать лотерейные билеты, и в этих лотерейных билетах можно выиграть приз. Стоит отметить, что лотерея была абсолютно беспроигрышная. Все участники мероприятия получили призы и ценные подарки. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. К другим новостям. Планерное совещание служб жилищно-коммунальной сферы состоялось сегодня в администрации города, после длительных майских каникул. Одним из главных вопросов, обсуждаемых в ходе совещания, стал ремонт городских дорог, состояние которых оставляет желать лучшего. На протяжении майских выходных подрядчик муниципальное предприятие Ворошиловского района продолжало вести свою деятельность, определенную условиями контракта. Чего нельзя сказать о подрядчике, осуществляющем работы в рамках реализации проекта комфортной городской среды. А именно, реконструкции смотровой площадки и территории до подвесного моста. Здесь в течение 10 дней вообще не велось никакого строительного процесса. Глава администрации Владимир Рощупкин крайне негативно отозвался о так называемой работе нового подрядчика и потребовал от департамента ЖКХ определить четкие сроки сдачи каждого этапа реконструкции данного объекта. Кроме этого, перед департаментом была поставлена задача о запуске двух городских фонтанов к 13 мая, а также о заключении договора с арендаторами городского пляжа, который полностью должен быть подготовлен к 1 июня. В этом году православный мир 11 мая отмечает Радоницу, день поминовения усопших. По традиции в этот день родственники посещают могилы близких, убирают и сажают цветы, а также посещают храм, где молятся по усопшим. Сегодня наши корреспонденты побывали на кладбище и увидели неприглядную картину. Подробности далее. Ежегодно на родительские дни как сама территория городского кладбища, так и прилегающая территория приобретает удручающий вид. С каждым годом качество работы обслуживающей организации становится все хуже. Азовчане неоднократно выдвигали свои предложения администрации города по улучшению инфраструктуры, но никаких действий предпринято не было. Ситуация на праздник Радоницы, на вспоминальные дни в городе Азове обычно удручающая с года в год. То есть, во-первых, грязище, почему-то дождь идет в этот день, плачет небо, как говорят по нашим предкам. Дело в том, что дорога перекрывается и проблема как бы не в том, что ДПС ее перекрывает, а в том, что возникает столпотворение огромное, тысячи людей, десятки тысяч людей идут за эти дни. Предложение было такое, администрации отсыпать дорогу от ветеранского кладбища с выездом на КПУ и на поминальные дни сделать одностороннее движение. Потому что людям, которым 80 лет, 85 лет, им очень тяжело пройти 3 километра до нового кладбища. В очередной раз хочется попросить обратить на это внимание, потому что много людей недовольны, много трудностей создается таким образом. И подготовить обочины, подготовить пешеходные дорожки и так далее. Действительно, территория городского кладбища составляет около 50 гектаров. У пожилых людей, пришедших помянуть своих усопших родных, нет никаких вариантов для сокращения пути от часовни до так называемого нового кладбища. И к нескольким километрам дороги добавляется мусор, ямы и грязь. Вот что думают о состоянии кладбища и прилегающей территории жители, пришедшие в этот день для поминовения близких ушедших людей. Вкладываться надо в кладбище. Вкладываться деньгами. Бюджет города должен предусмотреть благоустройство, особенно вдоль аэродрома. Часовню бы в порядок привезти, хотя бы покрасить, она вся облезлая. Но неужели нет средств привезти в порядок часовню? Столько лет уже, да, люди ходят туда, платят. А где? Отбивают. А где результат? Никакого. Ни тротуарчика, все разбито. Дорога вообще. Гляньте, там понасыпали кучу какой-то земли. Непонятно, год лежит эта земля там. Там не проедешь на то кладбище, вообще мы были в воскресенье, сын еле доехал машиной. Вот эти все ямы, такие деньги грибут за похорону, за похороны. И вот это нельзя сделать, дорогу нормальную. Это ужас какой-то. На транспорте нельзя подъехать, конечно, на кладбище. Это вообще беспредел. Мусора очень много. По центральному выходу у нас с мусором очень-очень большая проблема. И каждое, вот центральное, четыре оградки вообще засыпаны. Можете пройти по центральному и сейчас лежать. И пришли по минуте, и вчера были, хотели убраться, и все равно мусор там. Заление пишет бесполезно. Бесполезно, что пишешь, что не пишешь. Ничего не реагирует ни на что. Так что, не знаю, надо как-то, мы уже собрались или в суд подавать, или что-то решать. И компания Пульс, подскажите, пожалуйста, возникали ли у вас проблемы с перемещением к кладбищу? Все ли обустроено? Нет, спасибо за семерочку, что туда далеко ездит. Но вот плохо, что здесь не становятся автобусы. Вот бабушка идет старенькая. Не двойка, не четверка. Вот ей идти до вокзала или до вокзала. Скоты такие, войну прожили. Девять у матери детей было, отца убила. И сейчас детей я похоронила, мне охота за них. А видите, как хожу, пришла как. Разве это... Она еле дошла, я ее встретила. Хоть в один, я же подумала, с дому вышла, что тут автобусы подвезут. А я с вокзала вот так иду. И шпицы стояли на гагу. Хорошо, ходит очень хорошо. Оттуда вот, я оттуда вот. А здесь встретила. Я и плакала, и сейчас тише, говорю. Хорошо, что она подошла. Что ты, говорю, как знала. А меня тянет до детей. Как я не пойду? Говорю, не будут меня ждать, скажи, будут. Почему же на протяжении стольких лет не решаются одни и те же проблемы? Как нам стало известно, обязанности по наведению порядка на территориях разделены между муниципальным предприятием «Ритуал» и Департаментом имущественно-земельных отношений. По какой причине на кладбище не навели порядок, наши корреспонденты постараются выяснить в ближайшее время. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. На Азовском винодельческом предприятии «Кантина» продолжаются масштабные работы по реализации грандиозного социального проекта «Спортивно-развлекательный термальный комплекс». Накануне праздника Великой Победы силами коллектива и гостей винодельни был заложен сад. Рядом с виноградником зазеленели молодые саженцы черешни, вишни, сливы, абрикоса и других фруктовых деревьев. И вот перед вами будущий сад «Кантины». Сейчас мы все вместе дружно идем сажать. У каждого желающего будет именное дерево сегодня. Каждый посадит минимум по одному деревцу. И будет, кроме виноградника, на «Кантине» появится еще и сад. А через три недели мы приглашаем всех 29 мая на открытие нашей зоны отдыха с бассейном. Мы думаем, что должны успеть. В период майских каникул в спортивной школе номер 2 прошли открытые областные соревнования по спортивной акробатике на Кубок Героя Советского Союза Цезаря Кунникова. В течение трех дней спортсмены выступали как в личном, так и в командном зачете. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. Бронзу завоевали акробаты из Донской столицы. Серебро у Новочеркасска и золото с отрывом в 30 баллов получили воспитанники спортивной школы номер 2. Традиционно приезжают к нам все города Ростовской области, но в этом году к нам еще приехала Луганская народная республика. Это, конечно, для них большой опыт. И для нас посмотреть, каковы их силы, чтобы потом встречаться уже на других соревнованиях. Наша команда стала победителем этих соревнований, что это очень приятно и радостно. Дети все постарались, были большие молодцы. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин